Всем здравствуйте, и мы продолжаем наши семинары для первого курса, и мы выходим на вторую часть этих семинаров. Очень жалко, что никто не захотел доп. семинар по сбалансированным деревьям, но если вы вдруг его еще захотите, то возможность еще есть. Можем в какую-нибудь субботку сделать. Тем более у нас сейчас есть лаборатория РИСК-5, об этом я вам сегодня тоже расскажу. Соответственно, в этом полугодии у нас основной темой наших занятий будет ассемблер. Это странно рифмуется с тем, что сейчас видно на экране, но вы сами понимаете, что сам по себе ассемблер – это довольно простая тема. То есть средних способностей студент учит ассемблер за три занятия – это довольно несложно. А так как ассемблеру нужно подойти, из ассемблера нужно как бы выйти потом куда-то, чтобы наше изучение ассемблера… Потому что на ассемблере же никто не пишет. Ассемблер читают. И его читают зачем? Его читают в основном за тем, чтобы делать какие-то выводы о скомпилированных вами программах на языках высокого уровня, например, на языке C. Вот и мы будем учить ассемблер с этим заделом. Поэтому сначала мы немножко договорим о языке C, а конкретно мы поговорим об обработке строковой информации и всяких там автоматах и регулярных выражениях. А потом мы с вами изобретем ассемблер. То есть мы с вами изобретем простенькую машину, изобретем простенький ассемблер для этой машины и напишем программу, которая будет его ассемблировать. И, собственно, ради этого мы на этом занятии и будем работать со строками. Соответственно, на этом занятии будут довольно простые задачи, чтобы вас пальцы вспомнили, как программировать. И они будут во многом простыми задачами на C, а дальше мы с вами потихонечку развернемся. Давайте поговорим о строках. И прежде чем говорить о строках, давайте поговорим о символах. Я вам напомню одну базовую вещь о символах. То, что мы привыкли считать символами, на самом деле является числами. Символ – это в первую очередь код для символа. Например, int c равняется а большое в одинарных кавычках. А большое в одинарных кавычках – это символ типа char. Но это также код для символа а большое. Что будет, если мы выведем число c на экран как целое число? Что на экране? Число? Ну, из этого слайда легко установить какое. Да, правильно. На экране 65. Замечательно. То есть, здесь мы печатаем символ, но нам распечатало число. Мы выводим символ, записав его в int. Мы выводим символ как int, и у нас на экране число. Дальше. Мы говорим char x равно 65. И мы выводим на экран char. То есть, мы берем 65, выводим его на экран как символ, printf%c, вывести один символ, scanf%c, считать один символ. Мы выводим на экран символ. Что у нас на экране, Артем? А большое. Вот это А большое будет на экране, потому что 65 – это код для А большое. И в Unix стандартный формат – это UTF-8, но первые 127 символов UTF-8 совпадают с таблицей ASCII. Забавно, что никто из вас не сказал, что на экране не только это. Разве на экране будет только А большое? На экране будет А большое и перенос строки. Слэш N. Перенос строки. Что, если я сделаю int c равняется в одинарных кавычках перенос строки? Сколько будет в c? Да, какой-то код. 10. Давайте посмотрим, какие вообще у нас бывают спецсимволы и какие у них бывают коды. Это полная табличка спецсимволов. Всем видно? Соответственно, у нас есть спецсимвол null. Да, кстати, помните, когда нужно завершить там вот из консоли, вы вводили ctrl-d. Вот теперь мы можем понять, что такое. Ctrl-d – это end of transmission. Ctrl-z – что такое? Ctrl-z – это end of file. Или, например, что такое горизонтальный пробел? То, что у нас слэш T. Это символ номер 9. Вертикальный пробел – слэш V. Возврат каретки – слэш R. Например, в винде перенос строки – это перенос строки плюс возврат каретки. Слэш N, слэш R. А в Linux обычно только слэш N. Все вот эти замечательные спецсимволы, они никак не могут быть напечатаны на экран. Но действительно, как вы можете напечатать на экран девайс Ctrl-3? Но для некоторых из них, для печати на экран, есть клёвая псевдографика. Кстати, кого-нибудь из вас заинтересовал какой-нибудь из этих символов? Я могу пояснить что-нибудь, что самое интересное. Вы понимаете, вот это код, вот это описание, вот это как в языке C его сделать, вот это сокращённое название, а вот это как его ввести с клавиатуры. А что за девайс Ctrl-1, 2, 3? А это специальные символы, если у вас, например, рули в ракете. Но это же как, это для телекома символы, причём для американского телекома, причём для военного американского телекома образца 60-х годов. И поэтому обратите внимание, acknowledge или negative acknowledge, так называемый ak и nak, это как бы способ подтвердить. То есть, acknowledge – это приём, а nak – это наоборот, сообщение не принято повторить. Вот, там end of transmission, тебе отвечают ak и так далее. Вот это всё в современном мире практически не используется. Таблица ASCII состоит из вот этих спецсимволов. Для некоторых из них есть клёвая псевдографика. Например, start of header обычно обозначается вот таким улыбающимся смайликом белым. Start of transmission – чёрным смайликом. End of transmission – почему-то сердечком и так далее. Но это тоже какой-то лэфтовер из 60-х годов. Но начиная где-то с 33-го символа, ну, 32-й – это space, это просто пробел. Я тут написал sp, потому что я не могу написать пробел. Я уже использовал это в null, в tab, в lf и так далее. А дальше, начиная с 33-го символа, идут обычные символы, идут цифры, потом ещё какие-то символы, потом большие буквы английского алфавита, ещё немножко символов и маленькие буквы английского алфавита. А 127-й символ является символом dilet. Это дел. Соответственно, и допустим, я хочу проверить, что символ является цифрой. Как я напишу на языке C эту проверку? Попадение в диапазонах. То есть, что больше или равно 48, меньше или равно 57. То есть, весь прошлый семестр прошёл зря. Смотрите, на чём мы закончили в прошлом семестре. В прошлом семестре мы закончили на том, что если у нас есть какая-то распространённая задача, для неё, скорее всего, есть API. И вам, скорее всего, не надо писать свою программу, вам, скорее всего, надо этим API воспользоваться. Как вы думаете, есть ли в языке C функция, которая способна сказать вам, является ли символ числом? Да, конечно. Да, конечно. Нет. Нет. Она делает не то же самое. Она делает фантастически более сложные вещи. Потому что она работает с учётом локали, например. Вы умеете работать с учётом локали? Нет, пока. Я вас пока не учил. Вот. И поэтому наш общий друг при работе с символами... А нам иногда придётся работать с символами, чтобы действительно отличить, где у нас цифра, где у нас буквы и так далее. Это файл ctype.h. Он содержит некоторые функции. Например, функцию из альфа, функцию из диджит, функцию из альфа ну. Вот эти функции. И, значит, из control, из print. Из print означает, можно ли этот символ напечатать на экране. Заметьте, кстати, для пробела из print возвращает, что можно, а для таба из print возвращает, что нельзя. Как вы думаете, почему? Да, потому что таб выглядит, как несколько пробелов. Да, таб сам по себе никак не печатается. Вот. Есть замечательная функция is space, которая для таба, а также для всяких прочих white space, вроде переноса строки, возврата каретки и форм фида, она возвращает не равно нулю. Есть функция is blank. И вот is blank возвращает не равно нулю для таба и пробела. То есть возвращает true для таба и пробела. Но возвращает false для переноса строки. Почему? Потому что перенос строки не виден как пробел между символами. Это не бланк, да? Есть функция is graph, которая говорит, что у символа есть графическое представление. И вот она для пробела как раз ноль. Функция is пункт, которая говорит, что символ – это пунктуация. Is alpha – нумерик, которая говорит, что это либо число, либо буква. Is alpha, которая говорит, что это буква. Is upper – is lower, верхний и нижний кейс. Is digit и is xdigit. Как вы думаете, чем отличается is digit от is xdigit? Да, конечно, Марк громким шепотом подсказывает. Is xdigit – это is hex digit. Поэтому она не равна нулю также для ABCDEF и для маленьких ABCDEF. И всеми этими функциями мы будем пользоваться. При этом мы не нырнем глубоко. Потому что мы будем работать только со скистроками. То есть со строками, состоящими из однобайтных UTF-8 символов. Учет различных кодировок. Ввод с клавиатуры китайских иероглифов. И всего остального не входит в программу первого курса. Как обычно, если наберется больше пяти желающих, мы можем как-нибудь собраться. Я могу рассказать отдельно. Как вы догадываетесь, там бездна. Ну, представьте себе, как вообще говоря, устроена кодировка для китайских иероглифов. Как бы вы закодировали иероглиф хао? Отдельные последовательности символов или по ключам? Итак, из символов у нас складываются строковые литералы. И точно так же, как первое занятие первого семестра мы начинали с Hello World. Давайте начнем первое занятие второго семестра с Hello World. Print %s slash n. Теперь мы знаем, что такое slash n. Hello World. И символы Hello World в кавычках – это строковый литерал. В этом строковом литерале, если мы посчитаем, Hello – это пять букв, World – это пять букв. И запятая и пробел – это еще две буквы, правильно? И кажется, что в нем содержится 12 символов. Но на самом деле в этом строковом литерале содержится 13 символов. Потому что любой строковый литерал завершается символом с кодом 0. И теперь мы видим, давайте отлистаем два слайда назад, что символ с кодом 0 или 0 катастрофически отличается от 0, у которого код 48. У графического 0, у 0 как цифры, код 48. А символ с кодом 0 – это специальный нулевой символ. Так называемый нультерминатор в строке. Любой строковый литерал содержит неявно этот самый нультерминатор. И это спецсимвол. И это нужно помнить, потому что на самом деле есть интересные способы, когда эти нультерминаторы используют, забывают или даже специально вставляют. Что характерно для вот этого строкового литерала? То, что его символы нельзя изменять. Вы не можете взять и в нем что-то поменять, потому что он литерал. То есть константа, заданная на этапе компиляции. Для того, чтобы сделать в своей программе изменяемую строку. Как вы поступите? Что такое изменяемая строка в языке си? Массив, спасибо. Чар hello размером 20, hello world. Что теперь записано в массив hello? В hello world вот в этом литерале 14 символов. 13, потому что я добавил восклицательный знак. И еще один завершающий ноль. Что содержится в этом массиве? Hello world и 7 нулей. Все понимают почему? Потому что по правилам инициализации си-шных массивов, все, что вы не указали в инициализаторе, это нули. Мы можем также считать, что они содержат мусор, на самом деле, поскольку тут явно инициализатор от нули. И далее содержимость строки можно поменять. Например, я пишу hello 1 равно a, вывожу на экран и получаю hello world. И изменяемая строка – это массив символов, завершающийся нулем. Теперь давайте повторим память. Давайте у кого-нибудь спросим. Полина, какая память бывает в нашей программе? Какие виды памяти? Ксения? Куча? Еще какая? Стэк. Ну вот это массив на стэке. Стэк – куча. И третья какая? Переменная может быть в куче, через молок. Может быть на стэке, просто в вашей функции. А еще где может быть переменная? Глобальная память. Переменная может быть глобальной. У нас есть стэк – куча и глобальная память. Отлично. Смотрите. Вот это указатель. Это указатель на строковый литерал. Строковые литералы, все литералы всегда лежат в глобальной памяти. Это указатель на глобальную память. Это массив. Этот массив может быть в глобальной памяти, может быть на стеке, он может быть где угодно. А вот это динамическая память. Мы выделили 50 байт молока. Давайте еще раз вспомним, как это все устроено, потому что я почти уверен, вы слишком долго сдавали вычмат и все это забыли. Итак, что такое цинф? Цинф – это имя для ячейки памяти, в которой лежит указатель. У этого указателя есть значение. Этот указатель указывает на литерал. Что такое цемут? Цемут – это массив. У него нет отдельной ячейки для него. Цемут – это сразу весь массив. Но имя цемут может быть, как мы помним, так же использовано, как указатель на первый элемент массива. Это все помнят? Прекрасно. Цехип – это указатель, в котором лежит значение, являющееся адресом в динамической памяти. У меня вопрос. Давайте кому-нибудь. Матвей. А как вы понимаете, что такое указатель? Вот какое отношение вот это число 0x00 имеет к строковому литералу Hello World? Почему мы говорим, что это число на него в каком-то смысле указывает? А что значит указывает на первую ячейку? То есть, зная вот это число, как вы найдете первую ячейку? Номер этой ячейки где? В каком? В памяти, правильно. Смотрите, мы думаем об указателе как о расстоянии от начала памяти до чего-то. И мы в этом семестре еще неоднократно с этим столкнемся. Поехали дальше. Что вы думаете про следующие строки? Я пишу цехип равно цинф. Каждый из этих строк может быть в общем ошибкой, может быть не ошибкой. Иван, цехип равно цинф. А мне уточнить какой, Иван? Давайте вы. Потому что у нас чар звездочка, а там чар-конс звездочка. Почему это ошибка? Нет, нет, это ошибка. Иван совершенно прав. Я спрашиваю, почему это ошибка? Не соответствует типу, получается. Что там чар-звездочка, а здесь чар-конс звездочка. Нет, 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 секундочку. А вот что было бы, если бы вот это присвоение просто удалось? Тогда мы могли бы изменять элементы в холлоу-бод. Да, мы не можем. Мы должны для этого сделать явный каст, правильно? Явный каст, конс чар-звездочки. Прекрасно. Хорошо. Допустим, мы сделали этот явный каст. Попытка изменить этот элемент, скорее всего, ничем хорошим не закончится. Но, допустим, мы не будем изменять. Что еще плохого есть в этой строчке? C-хип равно C-инф, а C-хип – это результат молока. Мы не освободили память? Конечно. И мало того. А теперь эту память после этой строчки вообще можно освободить? Мы ее не найдем. Нет, все, указатель не исчез. Поэтому это ошибка плюс утечка памяти. Другой Иван. C-инф равняется нулю. Что вы думаете про эту строчку? Что такое C-инф? Указатель. Этот указатель константный или не константный? Нет, сам указатель. Сам указатель не константный. Это указатель на константную память. Как написать константный указатель? Чар-конст, звездочка конст. Спасибо. Если сам указатель не константный, мы можем присвоить его нулю? Да, легко. Все правильно. Здесь все хорошо. Это не ошибка. Мы взяли указатель, присвоили нулю. Волнует ли нас, что мы больше не сможем найти вот этот литерал? Нет, не волнует. Он и так вшит в нашу программу. Куда-то в дата-секцию. Мы просто еще раз его материализуем из ниоткуда, и он снова у нас есть. Поэтому здесь все хорошо. Дальше. Денис. ЦМУТ равно ЦХИП. Что скажете? ЦМУТ – это массив. Разве можно? Но это же когда-нибудь все равно. Нет. Он может деградировать к указателю на первый элемент. Но сам по себе, смотрите, здесь нет никакой ячейки. Куда вы напишите вот это значение ЦХИПа? У ЦХИПа есть вот это значение. Куда вы его напишите? Да, у вас нет ячейки. В ЦМУТе нет никакой ячейки, куда можно было бы записать адрес. Наоборот, сделать можно. Если я делаю ЦХИП, равняется ЦМУТ, то что получается? Вот в эту ячейку пишется указатель на первый элемент. Вот этот адрес начинает указывать сюда. Но сделать вот так нельзя. Все поняли? У кого к этому слайду есть вопросы? Этот слайд кратко подытоживает наш третий семинар в прошлом семестре. Поднимите руку и задайте. Саша? Несоответствие типа ЧАР-звездочка и ЧАР-конт-звездочка – это warning или там все это? Это error. Это прямо ошибка. Но если вы руками напишите в скобочках Конт-ЧАР-звездочка, тогда вы сказали «нет, я умнее, я знаю, что делаю». Ну, иногда вы правда знаете, что делаете. Какое-то количество раз я так делал. Тынц. Хорошо. Первая задача, которую вам сегодня будет предложено сделать, ну, как обычно в блоке решения задач, у нас структура семинаров не меняется. Я что-то болтаю, потом вы что-то решаете, потом я что-то доболтываю. Это проблема с КН. Это проблема суммирования в строке. То есть у вас есть строчка, и я очень прошу, не считывайте ее как процент С. Потому что процент С считывает до первого нулевого символа. А у вас строчка из произвольного количества символов, среди которых могут быть как угодно намешаны нулевые. Поэтому считывайте честно по одному чару. Вы же можете сделать с КН в процент С, правильно? Вот и делайте. Считывайте с СТДИН по одному чару, и все символы, включая специально, имеют номер. И вы должны просто их просуммировать. Просто раскликаться. Один цикл, я уверен, это что-то типа три минуты, заодно вспомните, как работать с контестом. Дальше. Одна строка может быть скопирована в другую. Давайте посмотрим на этот код. Давайте посмотрим, как он работает. Я завожу место для дупликейт строки. Конст чар-указатель SRC – это HelloWorld. Чар-указатель DST равно дупликейт. Аня, что вы думаете по поводу вот этой строчки? Она нормальная, все хорошо, ошибка компиляции. Куда указывает DST? Все хорошо, правильно. DST указывает на начало строчки дупликейт. Пока SRC не дошел до конца, до завершающего нулевого символа, звездочка DST равняется звездочкой SRC. мы разыминовали DST, разыминовали SRC. Присвоили символ, после чего оба продвинули. DST плюс равно 1, SRC плюс равно 1. И в конце мы записали в DST завершающий нулевой символ. Это копирует одну строчку в другую? Отлично. Теперь смотрите. К вам приходит ультрапрофессиональный программист на языке C и говорит, этот код можно записать иначе. Этот код можно записать вот так. Давайте посмотрим, как он работает. Итак, внутри цикла while мы исполняемся до тех пор, пока условие не станет чем? Нулем, правильно. Пока условие не станет false. мы говорим звездочка DST плюс плюс равняется звездочкой SRC плюс плюс. Что делает постфиксный инкремент? Что такое DST плюс плюс? Нет. DST плюс плюс что делает? DST плюс плюс увеличивает указатель на единицу и возвращает что? И возвращает прошлое значение. Мы увеличили на единицу DST, но вернули прошлое значение DST. Увеличили на единицу SRC, но вернули прошлое значение SRC. Мы присвоили в DST SRC. И что возвращает присвоение? Присвоение – это что же операция? У нее есть результат. Что является результатом присвоения? Значение DST. И как только мы присвоили завершающий ноль, результатом операции присвоения стал завершающий ноль. Он сравнился с завершающим нулем. И все хорошо. Давайте посмотрим. Артем, что вы думаете об этом коде? Красиво. Артем говорит «красиво». А вы бы сами стали так писать? Ну... Там еще нужно проверку на длину. Какую проверку? Откуда вы знаете? Длина определяется, где у вас... Даже комплектив не может быть короче чем. А, к сожалению, если у вас пришли только SRC и DST функцию, то есть если вот это за пределами вашей функции, то вы не можете сделать разумную проверку. Вот. Но вы стали бы писать этот код? Денис мотает головой. Денис бы не стал. Денис, а что вы написали бы вместо этого? Лучше поподробнее. Хорошо. Как я уже говорил, первый семестр прошел напрасно. У кого-нибудь есть еще идеи, что бы вы написали вместо этого? Использовая стандартная функция? Конечно. У нас наверняка должна быть стандартная функция. Она наверняка есть. Стр-Си-Пи. Стр-Си-Пи копирует вот эту строчку вот в эту. У нас довольно много стандартных функций для работы над строками. Давайте рассмотрим их. Стр-Си-Пи копирует SRC в DST. Заметьте, в DST уже должна быть память. Стр-Си-Пи не выделяет память. Память во всех этих функциях. Память выделяете вы. Стр-Си-Пи. Стр-Си-Пи дописывает SRC в конец DST. Конкатенейт. Кат – это конкатенейт. Стр-Лен вычисляет длину. Стр-Си-Пи сравнивает. Возвращает 0, 1 или минус 1. Как она сравнивает строки? Кто как думает? По символу. Правильно, по символу. Когда одна строка меньше другой? Какой-то символ меньше другого. Поскольку последний символ всегда завершающий 0, то та, которая короче, всегда меньше. Если у нее префикс одинаковый. Если же строка короче, но один из первых символов больше, тогда она больше. Это как слова в алфавите. И, соответственно, если они равны, то 0. Если первое больше, то 1. Если первое меньше, то минус 1. Стр-Черре ищет позицию символа в строке. Вы сдаете символ, код символа. Этот код ищется в строке. Стр-Стр ищет позицию под строки в строке. Помните, у нас был алгоритм Рабина Карпа на последнем занятии? Так вот, это не он. Это максимально наивный поиск, это два цикла с сложностью от n квадрат. Это можно использовать, вот эту функцию, можно использовать только для очень маленьких строчек. Стр-СПН. Стр-СПН интересная штука. Оно ищет максимальный префикс SRC1, состоящий только из символов SRC2. Например, в SRC2 есть символы А и М. SRC2 – это строчка, состоящая из символов А, М. Соответственно, в SRC1 фраза, ну, например, make America great again. Значит, позицию какого символа найдет STR-СПН? МА или АМ. Это неважно, в каком они там порядке. Например, АМ. Да, она найдет букву К, потому что это максимальный префикс, это МА, правильно? STR-СПН – то же самое, только не из символов SRC2. И, наконец, STR-ПБРК ищет первое вхождение в SRC1 любого символа из SRC2. Тоже очень удобно. STR-СПН добавляет SRC в DS сразу после сложной? Да. Она заменяет SL-0 на первый символ SRC, после чего все остальные символы SRC. И в конце SL-0. STR-КА сама добавляет SL-0 в конец. Забавная странность, к которой мы потом вернемся, но мы к ней вернемся, я боюсь, уже на втором курсе, заключается в том, как работает, например, функция STR-STR. Функция STR-STR берет const-чар-указатель S1 и const-чар-указатель S2. А возвращает чар-указатель. И это очень забавно, потому что если мы ищем в неконстантной строке, то это логично, а вот если мы ищем в константной строке, то STR-STR снимает константность. Как вы думаете, почему так сделано? И так сделано, чтобы оно пролазило в обе стороны. Потому что если у вас аргумент в виде const-чар-указатель, то чар-указатель туда тоже пролезет. Все это помнят, да? А если бы аргумент был чар-указатель, то const-чар-указатель туда бы уже не пролез. И аналогично наоборот. Это чар-указатель, значит, const-чар-указатель тоже можно вернуть. Потому что const-чар-указателю слева, чар-указатель справа присвоить можно. То есть вот эта штука стоит справа, а вот эта штука, поскольку это приемник, она стоит слева. И справа выгодно иметь чар-указатель, слева выгодно иметь const-чар-указатель. Но на самом деле это убогое объяснение, на самом деле она устроена так, потому что в языке C нет перегрузки. По-хорошему я должен был бы завести две функции STR-STR. Одну чар-указатель, и здесь чар-указатель, и вторую const-чар-указатель, и здесь const-чар-указатель. Но я не могу этого сделать. И вот почему в языке C нет перегрузки, мы к этому вернемся уже на втором курсе. Второй задачей в контесте вам будет предложен переворот под строк. Так сказать, подстрочный переворот. Тоже довольно простая задача, но тут уже будет не один цикл, а два цикла. Мы идем по усложнению. Но здесь будет небольшая проблемка. Потому что, понимаете ли, в чем дело? В результате переворота у вас перевернутая подстрока может образовывать новую искомую подстроку. А ваша программа вот этих как раз случаев должна избегать. То есть, когда вы перевернули строчку, вы должны идти дальше с конца этой строчки и не смотреть на новые подстроки, которые в процессе образовались. Ну, короче, в контесте увидите примеры, поймете. И, разумеется, будет очень круто, если вы не будете писать это с нуля, а будете пользоваться, например, STR-STR. Нашли, перевернули, пошли дальше, да? Хорошо. Кроме того, у нас есть возможное переполнение буфера. И можем ли мы написать такой старкат, который немножко увеличивает буфер, если его не хватает? Допустим, мы знаем, сколько у нас буфера под STR-CT. И вот для того, чтобы это сделать, у нас есть два варианта. Первый вариант очень простой. Это мы прямо в этой STR-CT, если мы видим, что буфера не хватает, мы выделяем через молок новый буфер, все туда пишем, после чего старый буфер удаляем. Согласны? Ну, приятный способ. Но, к сожалению, во многих операционных системах это будет... Это возможная реализация, это не ошибка. Но во многих операционных системах гораздо быстрее, если у вас уже есть длинный набранный буфер, поискать, нет ли случайно у него места в конце, куда его можно реалокировать. И у нас есть специальная функция реалок, которая работает вот так. Она берет указатель и берет newSize и возвращает новый указатель, если смогла реалокировать. Если не смогла реалокировать, то возвращает nullPointer, а вот этот указатель вам еще надо удалять. Поэтому никогда, никогда не пишите вот так. Вот эта строчка приведена на слайде просто чтобы показать вам, как нельзя делать никогда. R равняется реалок R1000. Если реалок вернуло nullPtr, то вы навсегда потеряли R и не можете освободить эту память. Все. Всегда после реалок запоминайте в новую переменную. Дальше проверяйте, что не ноль, и только потом можете обратно перекинуть в R. Реалок не работает на стеке, реалок не работает в глобальной памяти. Реалок только для кучи, точно так же, как malllock и free. И еще раз, в принципе, без реалок вы можете жить. Вы можете написать всю программу на malllock и free. Реалок – это такая микрооптимизация. Потому что реалок не обязана растягивать существующий буфер. Если она не находит, куда растянуть существующий буфер, то она просто делает malllock и free. Очень просто. И вам будет предложена так же задачка сейчас написать strcatr, в которой есть destination, есть буфсайз для этого destination, то есть вы его сразу знаете. Причем destination может заканчиваться завершающим нулем сильно раньше, чем заканчивается его буфсайз. Есть SRC. И вам необходимо, если SRC не влезает, растянуть этот буфер и все-таки его вбить и дальше вернуть указатель на новый destination. Здесь будьте очень внимательны с нулевым символом. Вы зареалочили, добавили SRC и забыли финальный нулевой символ. Все, до свидания. И кроме того, для тех, кто это сделает и будет скучать, проблем SP замена в строке replace str from to довольно мерзкая задача, потому что строка, на которую вы реплейсите, может быть другого размера. И попробуйте заменить %username на ericthebloodx и вы поймете, о чем я. То есть тут нужно тонко работать с динамической памятью размерами буферов и, наконец, очень интересная задача – это поиск case-insensitive подстроки. То есть обычный STR STR ищет подстроку с точным совпадением символов, а вам предлагается написать такую версию STR STR, которая ищет с... А большое и А маленькое считаются одним и тем же. Расскажите мне идею, кстати, как вы будете ее писать? Как вы будете сравнивать два символа без учета кейса? Просто через равно-равно не получится. Как будете делать? Ну, там разница фиксирована между по нижним машиналистам. Об этом же будет. Ой, как плохо звучит. Вы можете перевести сначала строку в один. Конечно, конечно. Мы просто делаем TOLOWER. У нас есть функция TOLOWER, которая просто делает из любой буквы lowercase версию. И сравниваем в TOLOWER. Нет, еще раз. TOLOWER делает более сложные вещи. И, соответственно, STR STR – это просто два цикла STUOWER. И сейчас мы с вами вместе порешаем эти задачи. Итак, мы порешали задачи. Мы порешали задачи, связанные с работой со строчками. В принципе, некоторые задачи порешались. И давайте теперь подумаем, зачем нам все это. То есть, какую по-настоящему интересную для нас задачу работы со строчками мы можем поставить. И для того, чтобы это сформулировать, давайте посмотрим некий очень условный пока что и очень примитивный ассемблер. Для некой условной примитивной архитектуры. Смотрите, как выглядит условный примитивный ассемблер. У нас есть мнемоника. И мы с вами еще неоднократно в этом курсе услышим это слово и научимся с ними работать. Мнемоника – это символьное изображение инструкции, которую может пережевывать микропроцессор. На самом деле микропроцессор не может пережевывать символьные инструкции. Для него любая инструкция – это ее кодировка. То есть, у нас есть какие-то биты, в которые мы должны закодировать инструкцию. Но для того, чтобы читать ассемблер визуально, мы пользуемся вот этими самыми мнемониками. И вот мнемоника add. И как вы можете догадаться, она складывает. Мнемоника or. Как вы можете догадаться, она делает логическое. Или мнемоника sub. Кто догадается, вычитает. Спасибо. И у мнемоники есть операнды. Операнды могут быть многих разных типов. Но опять-таки предположим, очень условно, что все операнды – это регистры или имидиаты. Имидиат – это имидиат вэлью, или то, что мы называем символьная константа. Просто в ассемблере есть два вида символьных константа – имидиат и дисплейсмент. Я потом расскажу, что это такое. Сейчас у нас просто константы. Например, константа 14 – это имидиат. У нас есть регистры R0, R1, R2 и так далее. У нас есть имидиаты, например, 14, 45. И представим себе, что нам нужно написать программу, которая кодирует инструкцию. Задачу кодировки мы решим гораздо позже. А пока что… Поднимите руки, кто из вас сейчас успел дойти до задачи SR? До SR? Кто хотя бы попробовал? Не обязательно получилось, просто попробовал. Во, много. Скажите, кто-нибудь… Вот давайте, Иван, а что было самое сложное в задаче SR, как вы оцениваете? Давайте, кто-нибудь… Кто может сказать, что было, с его точки зрения, самое сложное в задаче SR? Ошибку с валютом константа. А разве не считать входные данные? Мне кажется, в задаче SR самое сложное было правильно считать входные данные. Так вот, давайте здесь, давайте здесь попробуем хотя бы правильно считать входные данные. То есть, смотрите, нам нужно каким-то образом… Вот у нас есть какой-то текст из этих мнимоник и регистров. И нам из этого текста нужно собрать массив каких-то структур. И вот этот массив каких-то структур, которые мы собираем, их мы потом дальше будем кодировать. И вот эта задача, когда у нас есть строчка, и нам нужно по этой строчке понять, что там где стоит и на что она похожа, она называется задачей лексического анализа. Не надо ее путать с задачей синтаксического анализа, а задачей синтаксического анализа мы, может быть, поговорим с желающими отдельно, но сильно потом. Вот, смотрите, нужно ввести выражение, содержащее мнимонику и операнты. И это несложно, но есть проблемы. Первая проблема – это пробельные символы. Пробельные символы могут быть введены лишнее. Их может быть вообще не введено. Но вот эта строчка такая же законная, как вот эта. Представьте, что вы теперь каждый раз, после того, как вы ввели что-то похожее на регистр, например, будете ставить функцию, которая пытается считать все эти пробелы. Дальше. Нужна диагностика для ошибок. У вас может быть такая мнимоника, которая вообще невозможна, или у вас может быть запятая, после которой нет операнта. В терминологии все освоились? Мнимоника, оперант, регистр, медиа, да? Хорошо. И третий вопрос – это как представить считанное выражение? То есть, допустим, мы вот это выражение считали. А что это такое? Вот у нас есть выражение, и вот у нас есть массив лексем. Где лексема – это совершенно точно распознанный «эт», совершенно точно распознанный «р0», совершенно точно распознанный «р1», совершенно точно распознанный «р2». И давайте выучим новый тип данных в языке Си – объединение. Смотрите. У нас есть структуры, мы все привыкли к структурам. Видите, структура S, состоящая из инта X и чара C. Лежит поле X, по следующему за ним адресу лежит поле C. Памяти выглядит вот так. Чем union отличается от структуры? В unionе int и чар лежат по одному и тому же адресу. Я дам вам пару секунд это осознать. Но как же это возможно? Они же перезатирают друг друга. И в этом смысл объединения. Объединение – это означает, что нас интересует либо это поле, либо это. То есть, если структура хранит и это поле, и это, то union хранит или это поле, или это. То есть, структура объединяет данные как и, а union объединяет данные как или. Пишется то же самое. Union u int x, чар C. И дальше, например, union int char, чтобы не называть его просто u, объединяет x и c. И мы говорим union int char и c. Точно так же, как мы бы сказали структы чар. То есть, мы точно так же, как со структурами, union вводит новый тип. И когда мы ввели новый тип, мы можем положить туда и c.c равно a. И тогда предполагается, что что мы туда положили, то мы оттуда и возьмем. Если вы берете оттуда не то, что вы туда положили, если вы берете оттуда и c.x, то это называется type panning или punning. Каламбур типов по-русски. Скорее panning, потому что pan – это типа шутка. Pan intendant. Type panning – это довольно сомнительная техника. Ее в свое время запрещали, потом ее опять разрешали. Сейчас она разрешена, но, скажем так, на временной шкале она работает не всегда. Если вы будете ей пользоваться рано или поздно, вы наткнетесь ровно на тот компилятор, который там по временной шкале, где она не работает. И для того, чтобы понять, какое же поле мы в этом union используем, вот смотрите, у нас лежит union, int char. Мы должны понять, int мы из него используем или char. Как нам это понять? Очевидно, рядом с ним нужно сохранить какой-то признак, что у нас хранится первое поле или хранится второе поле. Правильно? И этот признак проще всего сохранить как? Предлагаю int. ноль, значит, первое поле, один, значит, второе. И вот чтобы не играть лишний раз с intами, у нас есть ename. Представим себе вот такой ename, который объединяет в себе две константы. day – это ноль, и time – это один. У нас теперь есть структура dt, в которой лежит ename, what – union, day, or time. И это поле называется u. И в union и day, or time лежат либо day, либо time. В следующий раз мы, кстати, практически начнем с того, что мы решим задачку на программирование, в которой надо будет оперировать с такого рода объектами. Очень простую задачку, но очень важную, с моей точки зрения. Потому что понять вот эти три вида вещей в языке C – это вот фундаментально важно, и очень скоро это нам пригодится. Смотрите, давайте я порисую. Давайте я порисую. А мы поразрабатываем, что мы будем хранить в нашем эде. Или в оре. Итак, видом немоник. Давайте я вам их просто напомню. Ed r0, r1, r2. Or r0, r0, r4. Там end r1, r2, r2. Мы хотим сделать какую-то структурку, чтобы это туда сложить. Структурку для готовой мнемоники с операндами. Структурка для готовой мнемоники с операндами. Это массив из, соответственно, мнемоники операндов. Мы бы хотели для начала, прежде чем мы будем складывать в общую структуру, просто разбить на лексемы. Чем может быть лексема? Лексема может быть либо операндом, либо регистром, либо имидиатом. Правильно? Это операнд, или регистр, или имидиат. Что такое операнд? Операнд – это либо add, либо or, либо end. И мы их все можем перенумеровать. Регистр – это просто какое-то целое число, и имидиат – тоже какое-то целое число. Тогда я предлагаю такую структуру. Мне теперь нужен какой-нибудь маркер, чтобы его было видно. Я предлагаю такую структуру. Структ для ксем. А int вот. Что это? Int open-ed. Это, соответственно, 0, если add. 1, если end. И так далее. Потом int regno. И, соответственно, int immediate. Что вы думаете про эту структуру? Какой она имеет размер? Она имеет размер 4 inta. То есть она чудовищно жирная. 4 гигантских inta. И заметьте, поскольку она может хранить либо это, либо это, либо это, то вот из этого нам хотелось бы сделать что? Просто int. Union, да. Вот эти три поля нам хотелось бы объединить в одно. Если бы нам удалось эти три поля объединить в одно, то эта структура хранила бы сколько? 2 inta. То есть вдвое меньше. Если у нас, например, массив из миллиона таких лексем, то 32 мегабайта против 16 мегабайт. Ну, вы заметите. Мало того, вот этот int вот никак не отличим от вот этого int operand. Что если мы ошибемся и вот в этом поле сохраним 0 вместо того, чтобы вот в этом поле сохранить 0. Они никак друг от друга не отличаются. И поэтому мы бы хотели здесь вместо intов сделать enum. Enum или enumerated value вы можете рассматривать как int с ограниченным набором возможных значений. Смотрите. Давайте улучшать эту структуру. Сначала давайте улучшим ввод. Для того, чтобы улучшить ввод, поскольку лексема – это либо operand, либо регистр, либо immediate, давайте введем enum. Лексем т равняется. Не равняется, извините. Фигурная скобка открывается. Рег. Immediate. Opened. Теперь, если у нас есть лексем т вот, то мы можем написать enum lexem t вот. То есть вот это – это новый тип. Мы его ввели. Точно так же, что мы вводим структуру. Но вот это вот, оно содержит в себе, например, вот равняется рек. Оно содержит в себе только одно из этих значений. У вас нечто подобное должно было уже довольно давно быть на лекциях. Не знаю, поднимите руки, кто вообще знаком с концепцией enum. Окей. Прекрасно. И теперь мы можем вот этот int вот заменить на что? Ну, мы можем заменить его на enum lexem t вот. Правильно? И здесь мы прямо типом говорим. Мы не ожидаем здесь целое число. Мы ожидаем здесь всего лишь одно из трех возможных значений. Какое значение у регистра? Ну, конечно, ноль. Но вообще какая нам разница? Потому что для нас это константа со значением рег. Мы так ей и должны оперировать. Нас не должно интересовать, что там на самом деле ноль. Мы вообще думать об этом не должны. Дальше. Давайте закроем вот эти... Соответственно, и кроме того, вот это сразу тут тоже просится на оперант. Правильно? Чтобы не писать вот такой комментарий. Код должен быть самодокументирующимся. И давайте введем еще один enum. А operant t? Это будет add, end, or. Ну и так далее. Все, что вы хотите записать в возможные операнты. И тогда вот этот int резко становится enum operant t. У нас теперь сколько полей? Ну, на сих пор четыре. Пока все равно четыре. Мы заменили два enum, но enum на самом деле что-то вроде intов, поэтому пока ничего не выиграли. И теперь давайте закроем вот это в union. Вынесем это отдельно. Как union. Лексиум у, например. И в этом unionе у нас будут лежать все вот это. Либо enum operant t operant. Либо int regno. Либо int in. А сюда мы просто вставим union lexium u, например, content. Теперь эта структура сколько занимает? Сколько занимает вот этот union? Union занимает не больше, чем самый большой его элемент. Здесь все элементы int. Эта структура теперь занимает всего лишь два intа. Мы сэкономили место вдвое. Теперь, как с этой структурой обращаться? Мы пишем struct lexium l. Например, мы хотим, чтобы это был operant end. Как мы это запишем? Первое, что мы запишем. l.wot. Давайте. Артем. l.wot равняется чему? Мы хотим, чтобы это было вот это лексема. Самое первое из тут написанных. l.wot равняется... Ed большими буквами. Спасибо. Мы использовали константу ed. Дальше. Мы хотим теперь... Нет, не ed. Вот. Вот это лексем t. Что такое вот? Это будет в другом месте. Вот это чем является лексема? Чем является это лексема? Операндум. Поэтому мы пишем l.wot равняется operant. Давайте продиктуйте. А куда мы пишем ed? l.cont. Дальше. Нет. Точка operant. В unionе тоже есть поля. Точка cont. Точка operant равняется ed. То есть мы вот здесь сохранили, каким полем... Здесь мы сохранили, каким полем union мы воспользовались. А здесь мы воспользовались этим полем, чтобы сохранить обкод. Давайте попробуем... Андрей. Давайте с вами попробуем. Следующий лексема, r0. Расскажите мне, как я сохраню r0 в l. Допустим, мне надоело, что там ed. Теперь я хочу, чтобы там был r0. Это регистр. Да, это регистр. Так. А дальше? Почему? Поскольку это регистр номер 0, равно... Нулю. Спасибо. Все поняли идею? Мы сохраняем, что это такое. И мы используемся соответствующим полем. То есть мы как бы сами с собой договорились о константах. Вопросы по union и намамам есть? В следующий раз мы еще потренируемся. Можете дома Керниган и Ричи открыть на этой странице и перечитать. Понимать, union и нам очень важно будет. Так, Марк, давай обратно. И теперь давайте сделаем... Давайте сделаем... Давайте сделаем лексемку. И давайте сделаем массив лексем. То есть мы сделали структ лексем Т. Прямо внутри структуры мы объявили union. Можно определять union вне структуры. Можно определять его внутри структуры. Matter of taste. Обычно так. Если он вам еще для чего-то нужен, то определяете вовне, как я сделал на доске. Если он вам больше ни для чего не нужен, то определяете, как на слайде нарисовано внутри. А дальше у меня вопрос. А как же мы вот от этой строки перейдем вот к этой структуре? И я предлагаю через СТР-СТР. Сначала для каждой возможной мнемоники попробовать ее найти. Если мы ее нашли, пропустить пробелы и посмотреть, регистр ли там. Считать. Как вы оцениваете, насколько это хорошее решение? Плохое. Очень так все решения, да? Согласитесь, оно выглядит очень хрупким и очень трудоемким. И в следующий раз мы посмотрим, как использовать так называемые регулярные выражения в POSIX. И напишем наши первые программы на C, которые будут использовать регулярные выражения. Для того, чтобы анализировать такие строчки и переходить от них к такого рода структурам, просто и непринужденно. Вот. И поговорим о задаче лексического анализа как такового. А сейчас давайте в оставшееся время немножко ревью работу. Благо у нас еще 15 минут осталось. Итак, это мои любимые проблемы в SKN. Поэтому очень хорошо, что я попался на это решение. Первая проблема – это промежуточный буфер. Как я несколько раз говорил, в проблеме SKN нам вообще не нужен промежуточный буфер. В принципе, если промежуточный буфер невелик, то использовать его обычно не ошибка. Промежуточные буфера – это не так дорого, как люди об этом думают. Но обычно, вот именно в данном случае, использовать промежуточный буфер плохо. Кто мне скажет, почему в данном случае использовать промежуточный буфер плохо? То есть, именно в этом случае, вот это совсем плохая идея. Как кто думает? Подсказка. Ответ на строке 5. Никто не хочет задать. Вот смотрите, смотрите. Вы сидите, вы программист. Вам принесли этот код на ревью. Давайте, Артем. Вы не хотите задать вопрос к этому коду? Вот какой-нибудь вопрос к строчке номер 5. Это неважно. Это сущая мелочь. Мы все равно ее потом всю сканфим через процентез. Да, спасибо, Марк. Марк подсказывает. А почему 1025? А почему не 1026? То есть, я имею в виду, в данном случае фиксированный буфер плохо. Почему? Потому что мы не можем угадать его размер. Там было в условии 1024, но почему 1025? Сейчас это непонятно. Нет, 1025 тогда понятно. Если в условии было написано 1024, тогда ок, но если в условии такое было, то это плохое условие. На самом деле, да, надо будет переписать условия. Вот, дальше. Сканф процентез сканирует до первого же нул терминейтинг символа. Стрелен использовано по делу, но, конечно, это решение не пройдет, потому что у меня там есть тесты, в которых нул терминейтинг символ засунут внутрь. Давайте посмотрим какую-нибудь из прошедших решений. Ну, вот первая же попавшаяся. Я сознательно не акцентируюсь на том, кто это. Ошибки у всех одинаковые, поэтому мы это делаем не чтобы кого-то обвинять, а просто чтобы посмотреть типичные проблемы. Да, вот это очень хорошее решение. Оно практически эталонное. Обратите внимание, сканф использован внутри вайл, такая немножко джигитовка. Пока сканф равняется единице, ансфер плюс равняется а, мы накопили ансфер, мы напечатали ответ в конце. Ну, ретурн 0 в современных плюсах делать необязательно, в общем, можно не делать, но можно и делать, это не ошибка. Все хорошо. Теперь посмотрим проблем СР. У проблем СР давайте сначала посмотрим какие-нибудь не очень удачные варианты. Вот, например, я вижу некий компилейшн-эрор. Давайте посмотрим, что говорит компилятор. А, ну это наш любимый, да? Наш любимый компилейшн-эрор, поэтому не будем его смотреть. Я надеюсь, вы все его помните. Вот, давайте посмотрим, давайте посмотрим вот здесь. Ну, тут паршл-солюшн, в общем, мне очень интересно. Давайте посмотрим какую-нибудь прошедшую. Давайте посмотрим прошедшую. Вот, какая-нибудь прошедшая. Как там сделана декомпозиция? Итак, обратите внимание, что здесь в проблем СР человек сделал очень неглупую декомпозицию. Сделана функция read СТР, сделана функция reverse, и сделана функция print СТР. Это ровно то, что нам для этой проблемы нужно. Вы уже достаточно большие, вы уже проучились, можно считать, три месяца. И, в принципе, вы, когда начинаете думать над задачей, уже можете делать то, что называется процедурная декомпозиция задачи. То есть вы думаете о том, какие процедуры вы можете выделить. Если в вашей задаче хотя бы там один-два раза читается строка, то вы чисто механически уже должны начинать писать это как отдельную функцию. Вот здесь это сделано. То есть и дальше вы пишете ваш основной код. Смотрите, вот основной код, он удивительно простой и приятный. Давайте посмотрим основной код этой задачи. Функция main. Дальше какие-то определения переменных. Дальше read СТР. Если рез не равно 1, return минус 1. Еще разок. Read СТР. Считали вторую строчку. Если не равно 1, free СТР 2, return минус 1. И дальше. Пока last это СТР, стр last СТР 2 не равно 0. Reverse last плюс равно 0. Все. Основное решение задачи уместилось в четырех строчках. Почему? Потому что, во-первых, была разумно использована функция СТР СТР из стандартной библиотеки. А во-вторых, была разумно использована функция reverse. И сами функции написать тоже несложно. Print СТР очень легко. Просто печатается по одному символу. Ну, кстати, здесь я не очень понимаю, почему не процент С. То есть, я имею в виду, зачем нужна функция print СТР? От меня немножко ускользает, конечно. Там может не быть символ. Да, но может не быть нулевого символа. Функция reverse. Можно было бы еще вынести функцию swap. Но, в принципе, понятно, что и так хорошо. Вот. А функция read STR немножко посложнее, потому что она много обрабатывает ошибок внутри себя. И смотрите, как я и сказал, в этой задаче read STR это самая сложная логическая часть. Потому что самая сложная логическая часть, она занимает в этом решении аж с 59 по 96. Это сколько строчек? 40, 45, да? 37. 47. Нет, 37. Да, 37 строчек. То есть, примерно половину, собственно, задачи. Здесь считывание, которое, в принципе, можно заменить на довольно простой регекс, одну штуку. Вот. Но про регексы мы поговорим в следующий раз. Давайте посмотрим еще у кого-нибудь прошедшую проблему STR. Посмотрим, как разные люди подходят к декомпозиции. Функция reverse. Между прочим, это забавно, но так бывает, потому что очень многие позиксовские функции, позиксовские константы, они делаются без последней буквы. Вы потом это узнаете. А здесь мы видим, что в main read страни сделано, поэтому два раза продублированы участки кода, а функция reverse не отражает своего названия, потому что функция reverse, она, собственно, делает реверс всех подстрок, правильно? Она не делает реверс одной подстроки. Поэтому можно называть ее реверс. Вот. И здесь она написана гораздо менее понятно. То есть, когда вы смотрите вот этот код с 33 по 41 строчку, вот смотрите, давайте на него посмотрим вместе, он прям такой нетривиальный, да? Как думал, Вадим, я написал. Я понимаю, но скорее всего здесь потрачено немножко больше времени на отладку. Ну, объективно. Нет? Там проблема была в том, что у меня сверху плюс одного не хватало. А где был плюс один? Вон колок? Да, в колоках не хватало. А, на колок вы не добавили места для последнего нуля, да? Да. Я думал, что он лично там. Окей. Это даже я не забыл. Бывает, бывает. Так, теперь давайте посмотрим SA какое-нибудь. Может быть, здесь у нас интересный compilation error. Нет, нет, ничего интересного. Да, ребят, нет, ну вы выросли, вы перестали делать интересные compilation error. Погодите, а может вот здесь интересный compilation error? Ну, здесь странный compilation error, потому что действительно str, 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 sub встречаются до sub и str. Я представляю, это так, что человек очень быстро писал код. И настолько быстро, что одна строчка предшествует другой. Вот, и давайте посмотрим какую-нибудь зашедшую, какую-нибудь из зашедших проблем SA. Ну, кстати, проблем SA зашло не так много. Давайте посмотрим вот эту. Stercad R. Ну, здесь, кстати, декомпозиция тоже хромает, я бы сказал. Вот. А, тем не менее, while boofsize умножить на 2. Вот это, кстати, интересно. Вы выбрали стратегию каждый раз удваивать, да? То есть, каждый раз boofsize умножить на 2. Почему? Просто так. А почему не плюс 10, например? Почему умножить на 2? То есть, если это чисто интуитивно, то есть, это было сделано без задней мысли, чисто интуитивно. Отлично. У вас прекрасная интуиция, потому что это совершенно правильная стратегия. А именно умножение на 2 это золотой стандарт. То есть, каждый раз удваивать буфер. Но он совсем не очевидный. Казалось бы, мы к строке в 1024 символа прибавляем один символ, у нас получается строка 2048 символов. А не многовато ли? То есть, вот какая-нибудь тупая стратегия типа плюс 10, она выглядит гораздо более очевидно и ей гораздо чаще пользуются. То есть, может быть, вы знали, почему умножить на 2, нет? Хорошо. Это логично. И дальше вот такие вещи, как сообщение об ошибке принято печатать на стдр. Их не надо печатать на стдаут. Для этого есть стдр. А еще лучше как-то их по-другому обрабатывать. Например, абортом. Потому что в данном случае, если reallocation failed, тогда вы что-то печатаете, которое может быть проигнорировано. А потом возвращаете неправильные данные. У меня просто там тестов не было, где reallocation было бы failed. Но realloc использовано совершенно верно. Обратите внимание, мы реалокируем действ, и только после проверок говорим, что test равно new и buf равно new size. Идеально. Так, и еще чего-нибудь упавшее. Чего-нибудь упавшее. есть паршал solution для проблем SP. Replace. Ну, окей, но это так просто не может работать, наверное. А сколько тут тестов вообще прошло? Много? Вот, идея для проблем SP при этом правильная. Почему? Ну, ладно, идея не совсем правильная. Смотрите, что, ну, вот давайте покритикуем этот код. Мы должны заменить в STR from на ту, правильно? И мы для new STR выделяем ровно такую же память, которая была для старой строчки. Но разве это правильно? она работает, если размер from равен размеру ту. Если размер from не равен размеру ту, то в этом случае вы вылезаете за этот буфер или наоборот недоиспользуете его. Если вы вылезли за этот буфер, тогда у вас большая проблема. У вас вроде все хорошо, но в критический момент все взрывается, потому что вылезать за буфер нельзя. И если вы пишете за пределы массива, то это неопределенное поведение. У меня вопрос ко всем. Увеличивать тоже вдвое? Да, у меня вопрос. Нет, не увеличивать вдвое. Почему? Как бы вы подошли к вот этой задаче? То есть на что мы хотим здесь заменить строчку 9? Поднимайте руки, кто готов поделиться идеями? Не стесняйтесь, делитесь интересными идеями. Реалог. Мы же заранее знаем размер ту и размер фром. Может быть одним выделением обойдемся. То есть реалную очередь как-то так не хочется. Да, смотрите, найти. Мы же уже написали функцию. У меня все эти задания выстроены в определенную последовательность и они выстроены не зря. Мы же уже написали функцию, которая ищет под строку. Реверсит. А что, если мы возьмем эту функцию, которая ее реверсит и, например, сделаем так, чтобы она просто мерила их размер? Считала количество вхождений. Да. И будет идеальный размер. А потом в этот идеальный размер просто все идеально перекопировать. Нет, так как вы сделали в принципе, если реалоки поставить, тоже можно сделать, но через гораздо большую боль. То есть здесь внутри цикла реалоки ставить надо. Я надеюсь, что дома вы с этим все потренируетесь. По крайней мере, до СП постарайтесь поделать. То есть там дальше за СП еще какая-то, но, по-моему, там уже не так критично. И в следующий раз, как я и сказал, мы поговорим про лексические анализы автомата и продолжим говорить про строки. У нас теперь эти строки на ближайшие три семинара с нами. На этот, следующий, и дальше будет еще один. Вот. На этом у меня на сегодня все. Всем спасибо. субтитры сделал DimaTorzok. Спасибо.